Всем привет, вы на канале Биг Ньюз. Думаю, многие помнят Олесю Матакову на шоу Икс Фактор. Сегодня же я расскажу о судьбе этой талантливой девушки, но начну с довольно важного события, которое произошло в жизни Алисе незадолго до этого шоу. А перед началом лайк тыкнули и погнали. Примерно за год до Икс Фактора в возрасте 22 лет она прошла отборочный на шоу «Голос». На слепых прослушиваниях никто из членов жюри не нажал на кнопку, однако Градский в конце сказал «Мы дураки». Однако, на мой же слух, была выбрана не лучшая песня. Затем на Икс Факторе в 2014 году девушка прошла далеко в финал, однако там уже выбывает на одном из поздних прямых эфиров, когда в проекте осталось лишь несколько исполнителей. Судьбу же решали голоса телезрителей. Но девушка на этом не остановилась, и в 2015 году она уже выступала на проекте «Главная сцена», где снова прошла отборочная и получила положительные оценки и отзывы от всех членов жюри на первом выступлении. Руководителем девушки на проекте стал Уолтер Афанасьев, известный продюсер, музыкант и аранжировщик, работавший с такими звездами, как Уитни Хьюстон, Барбара Стрейзент, Лаунелли Ричи и Марайя Керри. Он выбрал для Олеси песню «Хэроу» из репертуара Марайи, с которой певица не прошла, к сожалению, дальше четверть финала. Сам же Уолтер отметил, что выбор сделан был неудачный. Немного позже Олеси предложил сотрудничество какой-то продюсер из России, но впоследствии ему что-то не понравилось и планам по сотрудничеству не суждено было воплотиться в жизнь. Казалось бы, на таких шоу, особенно в украинском «Х-факторе», Олеся довольно громко заявила о себе, а концентрация выступлений и показов по ТВ менее чем за три года была довольно высокой. Но в результате каких-то серьезных осязаемых дивидендов, кроме того, что она все время оттачивала свое мастерство, девушка не получила. И казалось бы, девушке наконец-то улыбнулась удачей, ей пришло приглашение на отборочный в британский «Х-фактор». Недолго думая, Олеся полетела в Англию после первых двух подкастов, со слов певицы ей сказали «да», однако был еще последний этап. Он заключался в том, что видеозапись выступления должны были оценивать какие-то специалисты и дирекция проекта, но положительного ответа, как я понял, наша героиня не дождалась. Однако эти трудности не сломили девушку, и она продолжила заниматься любимым делом. И начала выступать в шоу «Тени» в театральном зале Дворца Олимпия в Санкт-Петербурге. А вместе с этим, чтобы нормально зарабатывать, пела в различных ресторанах, на корпоративах и банкетах. Но и параллельно Олеся старалась развиваться, занималась спортом, танцами, продолжала учиться вокалу и актерскому мастерству. А в 2017 году снялась в детективном сериале «Свидетели» во втором сезоне в роли одного из новых оперативников, прибывших в отдел. А спустя два года выпускает клип на свою песню «Летаем под водой». К сожалению, это не мое, но может кому-то понравится. Еще она является одной из главных актрис и солисткой Петербургского театра «Мьюзик Холл». А буквально на днях она получила премию моды кино «Cinema Fashion» как актриса театра, кино и солистка мюзиклов. Найти больше фотографий, видео, а также различной информации о жизни певицы вы можете в ее социальных сетях ВКонтакте и в Инстаграме. Ссылки оставлю в описании. В наше время вы можете оказать поддержку любому исполнителю даже просто своей активностью на его ресурсах. Не проводите время зря. И всем пока-пока.